Субтитры сделал DimaTorzok Дисковых операционных систем И превратились В развлекалого Массового потребления Сейчас В любом журнале не составит труда Найти материал по нашей теме Я Открываю свой любимый Плейбой и вижу в нем Репортаж по League of Legends На 5 полос А за ним сразу следует Материал по видеоигровым марафонам На полосу И Потому просто Сам Бог велел Замутить в этом Историческом издании С говорящим названием Дилетант Видеоигровую рубрику Тема этого номера Как не сложно догадаться по этой замечательной фотографии Сечи Казаки И все что с ними связано Казалось бы Это отличный повод Чтобы разместить Материал По Я не знаю Может быть Казакам Но вместо этого Они взяли Просто Две Первые игры Которые им выдал Стив И жахнули сюда Опять же Они Хотя почему я использую Они Ведь Эту Рубрику ведет Петр Баратов Ясно Понятно И рубрика Которая называется Поиграть Или же Game Started О странностях перевода Мы поговорим позже А В данный момент я хочу заметить Что Game Started Я погуглил И это такой Бейсбольный термин В подробности Вдаваться не буду Чтобы не показаться Совсем уж Неразбирающимся В бейсболе Человеком Хотя Так оно и есть Ну а почему Game Started Поиграть Хрен его знает Так вот Они взяли Два последних Релиза Из Стима И практически Скопировали Один в один Описание Из Нашего Любимого Цифрового Магазина И эти Краткие заметки Напоминают мне Описание На оборотной стороне Джеву Да Иногда Как в случае С какими-нибудь Пиратскими версиями Описание сводится К словам По типу Всем любителям Моря крови И душераздирающих Криков с мольбой О пощаде Посвящается Отличная графика Действительно Качественные звуки И самое интересное Захватывающий сюжет Полная русская версия Ну казалось бы Что мы еще Ожидали от пиратов Обычно они так и пишут Графика зашибись Звуки первоклассные Сюжет Офигенный А иногда бывает Возьмешь Лицензионное издание Перевернешь его Ё-моё Тут целая рецензия Ну что знаете Таким мелким Шрифтом набрано Ознакомился И ты уже в курсах Замечательно И не надо Извините Журнал покупать И что-то там узнавать И По какому же пути Пошел Автор Этой рубрики Петр Баратов Да Он пошел по пиратскому пути Это просто кошмар какой-то Такое чувство Будто он Да не Не чисто Я просто уверен Что игры даже не запускал А ограничился Рекламным роликом Сейчас мы уже приступим к чтению Вы потерпите Но прежде я хочу сказать Что Краткие жанры Не стоит их недооценивать Потому что на самом деле Самое сложное Это именно Уместить В ограниченные Я не знаю сколько тут на взгляд Ну сколько тут Не больше тысячи знаков Наверное В эти тысячи знаков Надо уместить Рецензию Надо Рассказать Человеку Который Возможно даже И не знаком с этой игрой Надо постараться Уместить В этот ограниченный объем Весь экстракт Надо выверять Каждое слово Это та самая краткость Которая Сестра таланта Это один из самых Сложных жанров Которому Нельзя Относиться Так как Относится Петр Баратов Он просто Ну в общем Это халтура Это делентантизм Давайте приступим К чтению Наконец-то Уже Ура Heroes And Generals И дальше у нас идет Герои И генералы Это Практика Которая казалось бы Осталась В 90-х Но Некоторые Персонажи До сих пор Ее возвращают Потому что думают Что Таким образом Не знаю Возможно они удовлетворяют Свою Несбывшуюся Мечту Стать переводчиком Или им кажется Что это правильный перевод Хотя казалось бы Че это я так придираюсь Окей Герои и генералы Хотя конечно же Игра под этим именем Не распространяется Разработчик и издатель Рета Мото Окей Здесь он угадал Пока у нас Вроде бы все хорошо Но Что такое Больше нет никаких Выходных данных Какого жанра Эта игра В каком году она вышла И вышла ли она Вообще Прочая информация Вроде Для какой платформы Одна предназначена Тоже не помешали бы Нинтендо ДС Нинтендо 64 Это ремейк Или переиздание Аддон Она вышла Или только собирается Это превью Или рецензии Ничего не понятно Я даже не вижу Скриншотов Из этой игры Хотя казалось бы Что может быть проще Они взяли два Изображение Это Арт Из этой игры Heroes of Generals Я это знаю Потому что Мне пришлось провести Небольшое исследование И скриншот из другой игры Которую они взбирают Это Transport Giant Хочу обратить внимание Что эти игры Не имеют между собой Ничего общего А также ничего общего С темой номера И поставили их На подложку Мы продолжаем Наше чтение Масштабная И при этом Бесплатная Сетевая игра Про вторую мировую войну Бесплатные игры Бывают Либо у пиратов Либо у безумных Энтузиастов Но я могу вас заверить Что эта игра Нифига не бесплатная И это может Подтвердить Любой Игрок Особенно После последнего Обновления Которая Взвинтила цены В три раза Окей Пусть она будет Бесплатная Хотя В приличных кругах Их называют Условно бесплатные А в неприличных А люди просто начинают Жутко материться И плеваться слюной От множества конкурентов Ее отличает По-настоящему Достойное Графическое Исполнение И качественно Продуманный Баланс Экшена И стратегии Зачем Нам что-то Говорить О графике Только если Она не жутко Ужасная Либо Жутко Прекрасная В данном случае Мы имеем дело С посредственностью И следовало бы Сэкономить И так Дефицитное Пространство И напечатать Что-то полезное Кроме того Что здесь По-настоящему По-настоящему Достойное Графическое Исполнение И качественно Продуманный Баланс Экшена И стратегии Я Обращаю Ваше внимание Что мы До сих пор Не знаем Какого жанра Это игра Но мне есть Баланс Экшена И стратегии Возможно Это Какая-то Экшен РТС Типа Железной Стратегии Игрок Может выбрать Кем стать Героем Здесь Следовало бы Поставить Двоеточие Между прочим Сражающимся На передовой Или генералом Принимающим Судьбоносные Решения В штабе Я не сильно Знаком С этой игрой Но если Я не ошибаюсь Весь выбор Сводится К денежным Транзакциям Ну и Либо Тупому Гринду Да Тупой Грин Тоже Себя Не исключал Оба режима Открывают Колоссальную Свободу Действий Но при этом Требуют Вдумчивой Командной Работы И взаимодействия Верхов С низами Эти общие слова Просто Бальзам На мою Душу Словоблюда В игре Море Достоверно Восозданного Оружия И военной Техники А дизайн Театра Боевых Действий Возможно Автор хотел сказать Театра Военных Действий Ну ладно К чему мы Придираемся Создает Реалистичную И напряженную Атмосферу Театр Боевых Действий Создает Реалистичную Атмосферу Реалистичная Атмосфера Это когда Вы Воссоздаете Отражение Солнечных Лучей В озоновом Слое Нашей планеты Вот там Реалистичная Атмосфера А это Какая-то Херня Проект Студии Рето Мото Постоянно Развивается И вполне может Составит Конкуренцию Гигантам Вроде World of Tanks И War Thunder Если разработчики Регулярно Будут добавлять Новые Элементы В игровой Процесс Мне это Также Своей Наивностью Несколько Напоминает Обзоры Из Android Маркета Душевная Но Короткая Очень Интересная Игра Хоть и Простая Но При Правильном Подходе Слишком Быстро Проходится Добавьте Локации Друзья Игра Довольно Неплохая Но Убийц В заставке 6 А в Игре Всего 5 И К сожалению Там Нет Ничего Кроме Драк Которые Ко Второму Дню Игру Приедаются Тормозит Уважаемые Разработчики Будьте Добры Исправьте Баги Иногда Тупит Типа Приложение Остановлено А в целом Игра Приятная Исправите Для моего Устройства Поставлю 5 А пока Глючит Ставлю 2 Sony Xperia Z Ultra Игра Хорошая Но При попытке Войти ВБ Пишет Ошибка Входа И нет Даже Полей Для Ввода Дана Хотя В Injustice Я нормально Вхожу Исправьте Пожалуйста И будет 5 Почему Нет Логического Конца Всего Но Прохожу Одни и те же Задания Одних и тех же Боссов Где Самый Последний Раунд Игра Кончита И кто Ее Разработал Тоже Далеко Не ушли На Galaxy Top 3 Не запускается Хотя У меня Многие Игры Например Mass Effect Infiltrator Death Race The Sex И многие Другие Тянет Отлично А Бэтмен Это Дикий Ужас Только Скачало А уже Я Только Че Скачало Один Раз Вылетело Подумало Больше Не будет Вылетать А вылетело Я несколько раз Набирало Все равно Вылетало Разработчики Исправьте А пока Три А то Будет Один Мы Плавно Переходим К следующей Разобранной Петром Баратовым Игре Это Transport Giant Которую он перевел Как Транспортный Гигант Хотя На территории России И скорее всего Странный СНГ Эта игра Распространяется Под названием Транспортный Олигарх Или точнее Сказать будет Распространялась Потому что Она вышла В 2004 Году А сейчас Ее просто Залили В Steam Ну что Это Тоже Повод Ё-моё Может быть Кто-то Из Ньюфагов Еще о ней Не слышал И Хочет Окунуться В это Море Хардкора Разработчик И издатель United Independent Entertainment Gmb Маленькая Х Большая Хотя Все это Большая Х Потому что У нас Выключился Свет Настолько Я зол Эту игру Разработали Джо Вуд А United Independent Entertainment GmbH Лишь Наняли Индусов Которые Оптимизировали Эту игру Для работы С операционной Системой Windows 7 Хотя Результаты Их Работ Оставляют По мнению Многих Желать Лучшего И возможно Следовало Бо Упомянуть Что это Просто Переиздание И обратить Внимание На отличие Этой Новой Версии От Предыдущей Простите Мне надо Посмотреть Что тут Случилось Со светом Нам Придется Продолжать В этом Интимном Полумраке В этой Стратегической Игре С уклоном В экономику В детстве Мы привыкли Называть Такие игры Строилками А еще В детстве Мы привыкли Называть Машины Бибиками Кашу Какашей А Туалет Тубзиком Игроку Предстоит Взять на себя Создание Полноценной Транспортной Системы На отдельном Клочке Земли Было бы прикольно Если бы от игрока Требалось создание Неполноценной Транспортной Системы Но я хочу Обратить Ваше Внимание На то Что Эту Транспортную Систему Надо создать На Клочке Земли Интересно Клочок Земли Это сколько Метров Я думаю Не больше Шестисоток Начинается Игра В 1860 Году Нет Она начинается В 1850 В самый разгар Промышленной Революции Ну Промышленная Революция Скорее уже Подходила К своему Логическому Завершению Так она Началась Еще Бег назад То есть В 18 Но это Мелочи Под Бодрый Свист Паровозных Гудков И Веселые Гудки Свистков А заканчивается В недалеком Будущем С его Альтернативными Видами Топлива И транспорта Связывая Города Заводы Порты И фермы Сетью Автомобильных И железных Дорог Спуская На воду Корабли И строя Аэропорты Игрок Должен реагировать На стремительно Меняющуюся Экономическую Ситуацию В игре Есть аналоги Реальных Исторических Событий Такие События Замещения Подобия Вроде Великой Депрессии И американского Нефтяного Кризиса Семидесятых Тире Восьмидесятых Годов Для журнала Который Позиционирует Себя Как историческое Издание Издание Вы слишком Размыто Описываете Имевшие Место Быть События Любой Человек Обладающий Доступом К интернету Может Погуглить И узнать Что Нефтяной Кризис Длился Целых Два Года Семьдесят Третьего По Конец Семьдесят Четвертого А второй Нефтяной Кризис Произошел Только Семьдесят Девятом Да Но Почему Мы должны Прилагать Хоть какие-то Усилия К написанию Этих Заметок Вот так Пойдет Нахуй Выживать В конкурентной Борьбе И сохранять Доброе Имя Своей Транспортной Компании Я не знал Что в этой игре Есть Пиар Аспекты Но Впрочем Я в нее И не играл Поэтому Возможно Автор Здесь и прав Хотя Я в этом Сильно Сомневаюсь В итоге Что мы Имеем Мы Имеем Два Отвратительных Маленьких Высера Которые Оперируют Общими Словами И компиляции Подчерпнутой Из страницы Цифрового Магазина Которые Не дают Игроку Никакой Конкретной Информации И представляют Собой Просто Пустую Спекуляцию Они Не объединены Ни общей Темой Ни общим Ничем Сделано Просто Извините Мой Русский Язык На Отъебись И Такое Совершенно Дилетантское Отношение К двум Моим Любимым Вещам Я просто Тупо Не могу Терпеть Почему Так сложно Было Приложить Хоть Капельку Старания Автор Был Слишком Занят Игрой Свои Сраные Нас Нет Слушайте Он не играл Нас Только Чем Он был Занят Я Не знаю Господи Как Вообще Редактор Мог Пропустить Такой Кошмар Ему Что Пофиг На Судьбу Своего Издания И Знаете Что Интересно Все Игровые Издания Рано Или Позда Умирает И Дилетанту Только Ему Следовало Принять Свою Луно Виде Игровую Рубрику Как Журнал Звучит Страшно Я Журнал Погиб В прошлом Месяце У него Прекратилось Финансирование И больше Он Не выходит Поэтому Пинать Его Это все равно Что Пинать Покойника Но С другой Стороны Пинать Покойников Жутко Приятно Потому Что Они Как раз Ответить Назад Не Могут И Прежде Чем Я Замутил Это Ужасное Видео Я Естественно Написал Письмо Главному Редактору Или кому Там Добрый День Не буду Скрывать Что В истории Я дилетант Дилетантом Но к сожалению В видеоиграх Разбираюсь Прилично Тут Неразборчиво Че-то Че-то Бла-бла-бла Бла-бла-бла И дальше Я веду Разбор Короче С прочей Фигней Мои Предложения О том Как Рубрику Можно улучшить И естественно Самым лучшим Решением Будет Нанять Меня В без Петра Баратова Да Вам Может показаться Это странным Но это не первый раз Когда я пишу Подобное письмо И в первый раз Когда вы Вставал Наши опубликовали В одном журнале Вам Плюс пять Дополнительных баллов Если вы сможете Назвать Номер журнала И его название На этой радостной ноте Мы заканчиваем Разбор Разбор Видеоигровой Рубрики Game Started Она же Поиграть В журнале Дилетант Дилетант Спи с миром Пусть Земля тебе будет Пухом Мир тебе Прахом Или как там Правильно Говорят Религиозные Люди Я не знаю Хотя бы мне Следовало Поэтому я сейчас Возьму Словарь и узнаю И вы тоже Читайте побольше Умных книг Если в чем-то Сомневаетесь То сперва Погуглите В гугле Есть ответы На все вопросы А если вы хотите Чтобы я продолжил Разбирать Видеоигровые Рубрики В других журналах То пишите Пожалуйста Я Попробую их Оценить Но знаете Они должны быть Достаточно Дилетантскими Чтобы вызвать Мой гнев Спасибо Что были с нами Чума 16 2015 Год И страшное Откровение Под этим столом Я совершенно Голый Мой гнев